МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А жених у нас Максим. Давайте знакомимся. Добрый вечер. Сегодня я пришел на передачу, чтобы найти себе невесту. Отзывчивую, искреннюю, но главное, верную. И в этом мне помогут мои друзья Евгений и Анна. Максим. 28 лет. Встречался с девушкой 9 месяцев, а содержал ее 4 года. Когда она попросила узаконить отношения, Максим отказал ей. Владелец строительной компании, а также фирмы по прокату автомобилей. Увлекается автогонками. Одна из четырех его машин – спортивная. Предупреждает, ни одной женщине не удастся загнать его под каблук. Максим не ищет домохозяйку, потому что есть помощники по хозяйству в загородном доме. Признается, что выбирает девушек по внешним данным. Его идеал – блондинка с карими глазами. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы были у нас на программе два года назад. Да, был. Мы знаем вашу историю. У вас была девушка, которую вы любили, а она вам морочила голову, да? Да, так оно было, к сожалению. А что за любовь была такая? А что заставляло быть рядом с человеком, который просто вас не уважал? Именно любовь. Да, он замученный такой. Вот что я с ним буду делать, скажи мне? Тогда я не понимал того, насколько важно, чтобы были эти чувства взаимные. И чтобы она вас уважала просто. Чтобы она уважала, да. А она откровенно вами пользовалась, да? Да, да, да. Не работала, ничем не занималась? Нет, она считала то, что при ее, скажем так, красоте и внешних данных, работать – это просто как-то унизительно для нее. Ну, проститутка. Я не могу этого ничего сказать, потому что раз отношения были, я сейчас подтвержу эти слова. Нет, я вам об этом говорю, потому что ведь в одно время живя с вами, пользуясь вашими деньгами, она позволила себе завести другого молодого человека. И от вас даже этого не скрывать. Куда вы, типа, делитесь? Да, я считаю, конечно, это было хамство и, наверное, последняя капля моего терпения. Я просто быстренько расскажу. Вы решили поехать в Турцию, она на этом настояла. Да, у меня не было и времени, и просто... Ну, поскольку ехали туда ваши родители, то вы думали, ну, почему бы и нет. И вот вы поехали все вместе. Да, да. А буквально перед отъездом она вам сказала, ты знаешь, Максик, встретилась с мужчиной, вот он только до меня дотронулся, и я поняла, что... Это она мне сказала, когда мы уже улетели туда. Ну, сначала вот эту предысторию всю, которую мы сейчас обсудили, она сказала. И она говорит, ты знаешь, вот этот молодой человек, он сейчас находится тоже в Турции, только на другом курорте. Ты не против, если я соберу вещи и туда уеду на такси? Ну, это звучало для меня очень дико. Во-первых, я был совершенно не готов к такому, и мы договорились, то, что мы все-таки живем в одном отеле, вместе проводим время. Ты это слышал вообще? Ну, наверное, знаешь, он такой... Совпадение. Ты знаешь, просто такой мальчик с хорошей семьей, она такая тусовщица такая. Представляете, насколько она вас не уважала, что ведь она могла взять и без посвящения вас в эту историю такси и уехать к нему? Да, абсолютно. А она еще и была и садистка, потому что она видела, что вы в нее влюблены, и дай-ка я добью перед отходом. Это было просто издевательством. Она подгадала в каком-то момент все устроила, да? Да, да. Но она уехала к нему? Нет. Нет. А почему? Не отпустили, да? Я не отпустил, да, потому что на тот момент я подумал, что мне было бы еще тяжелее и как-то противнее, наверное, на душе, если вот так вот... И вот весь этот отдых, между вами ничего не было, да, потому что она не только проговорила свои деньги на своем телефоне, но еще и, набравшись наглости, сказала, деньги кончились, дай им позвонить. Вы дали свой телефон. Да, я дал телефон, то есть каждый вечер они переписывались. Так, а что он это все самое страшное, это терпел? Ну, он просто ничего не мог сделать, видимо, со своими чувствами. Он понял, что ему проще терпеть это... Терпеть первости, когда она с любовником при ним там сид катает. Скажите, а что вас заставляет содержать вот свою предыдущую барышню? Ну, кроме ее слез и стенаний по поводу, что она не работает, а жить ей нужно на что-то. Да, ну, просто там история закончилась чем? То, что за два дня до отъезда в Москву, когда мы решили, что мы в Москве уже разбегаемся, и она живет своей жизнью, я своей. Она призналась в том, что это было все так спонтанно, она не разобралась, это вот именно эмоции, искринки. И на самом деле она любит меня и предложила, чтобы у нас все вроде как было нормально. Ну, как, просто закрыли тему, забыли и все. Я, в принципе, наверное, от своей огромной любви к этому человеку попытался это сделать. Из большой любви к этому человеку. Он любит ее еще до сих пор? Я правильно услышал, что он сказал? Максим, за что любили? Кроме того, что она была блондинка с карими глазами. Вопреки всему. Именно любил, я не знаю почему. Ну, может, она какая-нибудь в постели была там? Была. Фантазерка. Была. Ну вот, за что любили, говорит. Мы расстались, оно продолжали. Мы расстались, знаешь, это продолжалось еще несколько лет, только как раз вот по этой причине. Потому что нас удерживали проведение вместе выходных дней. Ну, для здоровья уже. Да, да. Потому что была иллюзия обладания ей и ее душой таким образом. Нет. Вы немножко же, это то, что вообще не стоит, так сказать, в перечине. Иллюзия, понимаешь, Лариса, еще раз скажу, иллюзия. Потому что он любил, и ему казалось, что если он сохраняет с ней какие-то остатки физической близости, и еще помогает ей деньгами, она будет ему благодарна, и тогда, может быть, он может рассчитывать на что-то с ее стороны. Максим, и сегодня в список ваших требований входит, единственное, что внешние данные. Вот чтобы она была, хорошо бы блондинка, с карими глазами. Пока вас грабли, на которые вы будете наступать, скажешь, не добьют? Я тоже сам понимаю. Ну как ты, вот все время-то говоришь, добьют, добьют. Если добьют, поздняк метаться будет уже все, крышка гроба. Да. Потому что куда же теперь деваться-то? Поэтому, может, еще все-таки до гроба. Максим, вы человек состоятельный. За эти два года капитал ваш приумножился, вы стали более зрелым, более состоятельным. Из миллиардера сделать миллионера, да? Ты сможешь. Мне кажется, любая девушка это сможет. У меня нет к вам вопросов больше, потому что мне и так понятно, что для вас важно в отношениях. Внешность. Что для вас важно в семейной жизни. Внешность. Потому что вы уже сказали, есть хозяйки по дому? Нет, это первое, на что я обращаю внимание. Но с этим я ничего не могу поделать. Конечно, я понимаю, что для дома мне нужен тыл, надежный. Не нужно вам, Максим, надежный. И тыл вам не нужен. Вам вообще жениться, я думаю, пока рановато. Ну как-то рановато. Вам нужно еще своего дермидонца съесть. Такое количество, чтобы вы взвыли и сказали, господи, а у женщины, оказывается, есть сердце. С женщинами, оказывается, можно просто интересно проводить время. С ними можно разговаривать. А чего ты, Лариса, это? А что, вот разные бывают семьи. Вот дермидонц на дермидонц, раз тебе и семья интересная получится. А что-то прям так сразу его, говорит, не надо ему жениться. Чему не надо? Найдем ему ровню в этом отношении. Хорошо, Василиса, и будем уже знакомиться. И что там говоришь? Соединение Венеры с Марсом. Соединение любви с физическим желанием и страшной жаждой физического обладания. Все это во льве. Вы действительно увлекаетесь, увлекаетесь надолго. Ваша проблема в том, что вы быстро, если человек вас действительно заинтересует. Ну, для женщины это хорошо, но для вас это может быть проблемой, как вот в случае с этой девушкой. Мне кажется, что самый важный урок, который вы должны были вынести из предыдущей жизни, из нашей программы, из всего, что не нужно влипать вот так глубоко, что не все мужчина должен быть готов отдать за эту свою страсть. А можно себе приказать? Можно разве контролировать уровень страстей? Можно. Каким образом, Василиса? Можно. Человек не животное и не инстинкты должны руководить. Потому что вот ваше желание и полная жажда обладания – это инстинкт. А человек – существо разумное. Но я надеюсь, что большая часть все-таки разумная. Поэтому хочу верить, что вам не придется еще раз разочаровываться в женщинах. Будьте разумны. Будьте осознанны. Но он, видишь, он не хочет быть под каблуком. Послушай, Миш, только мудрый мужчина может позволить себе быть под каблуком. По крайней мере, сделать вид, что он под каблуком. А только глупый будет права качать, бить кулаком по столу, да, и я, всем лежать и так далее. Эта женщина навсегда бывшая ваша исчезла из вашей жизни? Да, конечно. Ну, с Новым годом там поздравляет. Нет, нет, нет. Имейте в виду праздничный, новогодний секс, может быть, случается. Уже все реже и реже. Только в високосные годы. Есть? Нет, у него сейчас своя личная жизнь. Ну, кому это мешало, когда ты личная самая жизнь? Нет, мы никак не пересекаемся. Даете слово? Конечно. Багаж вообще мне неинтересен. А еще самое странное, что люди пытаются вступить в новые отношения, не закрыв предыдущие. Думаю, сейчас посмотрю, как там. Если не понравится, как там. Хотя, как значит, запасная подушка, да? Роза, я думаю, что на твоем рынке такие женихи в радость, молодой. Ну, да. Богатые. Собачка меня смущает там. Две, тем более. Ну, одна-то у вас вроде спокойная, да? А вот вторая-то просто жуть. А чем она тебя смущает? Питбуль там, говорит, там, рецепт загрызть может. Сам боится подходить. В доме со своими, как котенок. Только нельзя выходить на ее территорию, когда она принимает пищу. Знаешь, говорят, что люди, которые заводят собак, потому что, как бы, хотят любви. Люди, которые заводят кошек, эту любовь хотят дарить. То есть, ему не хватает любви, это однозначно, да. Максим, а что у вашей родители? А что они? Ну, если вы с ними достаточно близки, ездите вместе отдыхать, что они говорят вам? Они никогда не давали мне каких-то конкретных указаний. Так можно делать, так нельзя делать. То есть, они не лезли в мою личную жизнь. Они равнодушны, что ли, к вам? Нет, нет, они абсолютно неравнодушны. Они пытаются что-то объяснить, сказать. Но они просто знают, насколько я эмоциональный человек, что-то, если я хочу или мне нравится. И с этим уже просто сделать ничего не нужно. А у вас семья какая? Папа инженер, мама инженер. Мама домохозяйка. А, ну, домохозяйка. Ну, традиции какие-то существуют, там, передачи этих традиций друг другу рассказывают. Потому что мне, допустим, не все равно, на ком женится мой сын. И более того, конечно, насильно заставлять не буду, но много чего я уже придумала для того, чтобы он женился на той девушке, на которую я ему даю. Сейчас он тренируется. А ваши родители как-то участвуют в процессе выбора? Говорят, ну, вот как, вот Лариса все время любит говорить, ну, там, сыночек, посмотри на то, посмотри на это. Конечно, обязательно. Да, они говорят, они указывают на какие-то минусы или, наоборот, говорят, вот хорошая девушка. А вот на ту девушку что говорили? Они думали, что это все произойдет как-то очень все быстро. То есть, ну, мы наиграем с этими отношениями, ничего не будет. То есть, потому что они не могли поверить, что из этого может вообще что-то произойти, так как это все случилось на их глаза. Вы в новых отношениях будете наставить, чтобы девушка занималась чем-то, например, работала? Обязательно. Обязательно, потому что я считаю, что девушка должна работать только для того, чтобы быть чем-то занятой. Пама скажет, нет, Максик, даже не мечтай об этом. Это твои проблемы. Я не хочу работать. Я буду с тобой ухаживать. Буду как твоя мама домохозяйка. Но я не могу прям так сразу сейчас ответить. Это надо смотреть. Потому что если я увижу, что это намек на, опять же, предыдущую историю, то, конечно, сразу будет нет. Тогда давайте смотреть, да? В позе рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Максим. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Привет. Привет. Переглазая блондинка. Точно. Меня зовут Максим. Меня Роза. Очень приятно. Взамен. Проходите. Переглазая блондинка. Две Розы на передаче. Да, но одна девушка. Она такая симпатичная. Ну да, хорошенькая. Здравствуйте, Роза. С кем вы? Моя подруга Алена. Давайте на вас посмотрим. Роза. 26 лет. Не работает. Живет за счет мужчин. Гордится своим сыном. Мечтает родить пятерых детей и стать неприлично богатой. Предупреждает, что мужчине придется смириться с ее меркантильностью. Роза 4 года жила с мужчиной и даже родила ему сына. Но оставила возлюбленного сразу, когда тот разорился. Надеется, что Максим крепко стоит на ногах. Что вас рассмешило в истории про самую себя? Ну, со стороны смешно на все это смотреть. А вы с чем-то не согласны? Здесь есть какое-то преувеличение, есть неправда? Ну, я думаю, нет. Все сказали так, как и я, например, Роза. Вы татарка? Ну, у меня помесь в крови. То есть мама русская, а папа татарин. То есть полукровка? Да. Вот оттуда. Такая страсть к деньгам-то. Только вот посмотри, да. У Розы все получается, ее содержат, а ты колотишься, колотишься, Роз. И чего? Так она как-то так-то должна была вообще промолчать на цели того, что она является держанкой, мне кажется. 26 лет, и чего? Я лучше доченьку свою на ногу поставлю. Нет, стоп, 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 стоп. Во-первых, у меня есть ребенок, да, которого я родила и выращиваю. Выращивают только овощи. Ну, может быть, я не то слово подобрала, да? Выращивают, да. Ой, овощная семья какая-то. Я сама заработала себе на квартиру. У меня есть небольшой бизнес. А чем вы заработали? У меня интернет-магазин брендовой одежды, юбилерики. И вы заработали на квартиру? Да. Где, в Москве? Да. Интересно, как? Без помощи мужчин, имея ребенка на руках. Секундочку, секундочку, можно это проверить, да? Квартира бралась в кредит, выплачивалась, да? То есть, эту историю все можно поднять. Без своих лет. Да, я меркантильная, я от этого не отказываюсь. Это естественное присутствие каждого ребенка. Почему вы не вместе? Ну, так получилось, что разошлись и не общаемся. Потому что, как только у него закончились деньги, он вам стал неинтересен. Это одно из. Было много других. Это очень важный аспект, я думаю, это главное, да, но все-таки накопилось, да, измены, еще какие-то моменты, и в итоге, после трех лет общения, когда он разорился, я была с ним еще год, вот, но в итоге мы расстались. А почему вы не вышли из него замуж? Ну, как-то... Вы были в роли любовницы? Ну, в роли гражданской жены. И что теперь ищут, хоть по программам, да? Разорился и убежала. Вот это зачем? Выйти замуж я вот так вот, по сути, я могла уже три раза точно. А у ребенка в паспорте его фамилия? Да, его. Он был старше вас? Да. Вообще красавчик. Дорого я отдал, но не жалею. А вы хотите быть неприлично богатой, это сколько? Ну, я бы, допустим, хотела бы зарабатывать где-то, наверное, 300 тысяч долларов в месяц. Сколько? 300 тысяч долларов в месяц. Меня бы устроило. Фигня какая. Ну, как это фигня? У всех... 300 тысяч-то, что нам? Все. Правда? Я не дорожаю ее. По желаниям. Вам зачем нам муж? Вам нужен отец и ребенок? Куря, для чего вам нужен мужчина? Я хочу детей, я хочу семью, я хочу тыла, я хочу быть не одна, да, я хочу спать с кем-то в обнимку, проводить время, проводить жизнь, растить детей. Я понимаю, почему она выбрала такую стратегию выходить замуж за богатых мужчин и жить за их счет. А в Москве вы сколько уже? В Москве я с 17 лет. 9 лет? Ну, около того где-то, да. А что заканчивали-то? Есть образование какое-нибудь? Высшего нету. Ну, а что его получать, правда? Почему? Я бы хотела отучиться на высшее образование, может быть и не одно. На кому? Мне интересная история, мне интересная психология. Психологом? Да. Ой, да у вас такое, да мне поучиться, вон Лариса говорит, у вас надо. У меня вот никак не получается мужиков-то разводить-то. Я все так сама нравлю, держишь, покадать. Мужчина добывает, женщина хранит. Она просто действует по инстинкту природы, и все. А где вы знакомитесь с мужчинами? Да в разных местах, возле ларька, в парке. У ларька? Даже в пробке. Какого ларька-то, милая, с деньгами-то мужик к ларьку не подойдет? Только в каком-нибудь гольф-клубе. Алёна, а вы чем занимаетесь? Я домохозяйка, ращу ребенка, у меня два высших образования. Прорабатываю моделью для себя, для души. А муж есть? Да. Гражданский муж. Ну, это не муж. Почему не муж? А что мешает? Мы с ней все 8 лет уже. А что мешает? Планируем пожениться. Нет, а что мешает закончить отношения? Ну, мы хотим большую свадьбу, где-то на 500 тысяч долларов. Ну, у нее и подруга такого же плана, видишь? Да? А не, я думаю. Они коллеги? Вы написали, хотите блондинку с карими глазами, красивую. Я хочу для семьи. А что же она вам для семьи-то? Да, для семьи, чего не хватает? Нет, почему? Отлично, погулять вместе. Здрасте, мы татарки не такие. Он, Розочка-то у нас это, да? Раз для большей деньги хочет, значит, и сохранит ваши деньги-то будет. Как у нас в сейфе? Правда, в нашем сейфе это будет? Ваши деньги. Но зато не потратит кто. А чего экономная? Это да. Не правда, я красиво, готова родить пятерых детей. То есть у вас еще четыре ребенка в будущем будет? У меня не хватит денег. В полном случае. В полном случае. Нет, как бы, боже, избавь. А что, почему? Нет, если есть мечта, вы должны... Главное, чтобы она была, правильно? Конечно. Главное, чтобы была мечта. Некоторые люди не могут подумать, что они могут иметь даже 100 тысяч рублей в месяц. Но мы же с вами понимаем, что это реально. Да. Ну, здорово. Покажите сюрприз. Главное, сюрприз. Из этой области. Эта книга называется «Десять секретов счастья». Я ее сама читала, дополнительно еще купила специально для тебя. Очень интересная, маленькая, но очень такая насыщенная. Один секрет. Вот там 10 секретов, а вы один секрет можете мне раскрыть? Один секрет, который вас особо, так сказать, возбудил. Особо возбудил, особо возбудил. Вот самый важный, как вам показалось. Не раскрывай секретов никому. Это секретов не было. Это же книжка, это же не Роза написала. Ну, мне очень сложно перефразировать, да, потому что как бы из моих уст это будет все равно не так, как из-за усталов. Почему? Нет, у меня очень хорошо работает фантазия, я вам поверю. Ну, например, например, например. Я думаю, что там наверняка что-то там из мира инвестиций, банковское дело. А я думаю, там карточка и номер телефона. Вы не думаете, что так? Нет, если на вас такое впечатление произвело. Нет, просто я не одну прочитала, это один автор, да, я прочитала. Да, я не одну прочитала книгу. Ну, назовите хотя бы, ну, не знаю, произнесите три фразы. Ты не читала нифига, это так, я читала, я читала. Ну, почему, может, читала и не запомнила? Секрет счастья так и не раскрылся. Да. Спасибо, проходите. В свою комнату. Короче, мы взаимно друг другу не понравились. Анна и Евгений, что вы скажете? Фееричная девушка. Ну, у Макса уже одна такая была. Шила на мыло. Ну, ты знаешь, ему нужно идти обратно к той девушке, с которой он жил, вот, а ему это подходит. Вот и все. Вся эта история, не хочу отношения узаконить, а потому что мужиков богатых уже дураков-то нема. Зачем же им ставить штамп в паспорте, если пираньишки потом отберут половину? Поэтому нет, сегодня, ты говоришь, товар, деньги, товар. Ты молодая, молодость, можешь родить, позволяй, но дам тебе столько, сколько посчитаю нужным, потому что ты мне никто. Вот и все. Бред какой вообще несет. Вообще не про тебя. Роза? Шо могу сказать? Мало знать себе цену. Надо, чтобы они узнали еще другие. Молодец, Роза, озвучила. Ну, такой товар тоже купит, найдется. Кстати, вы недавно только таким купцом были. Ну, что ж, не нравится, будем пересматривать, а так найдется. А я даже не удивлюсь, если Максим в конце программы выйдет именно с Розой. А он что хочет? Он только хочет, чтобы она была красивая и ухаживала за собой. Как тебе, Василиса? Ну, если Роза не пересмотрит что-то в своей жизни, то она помыкается, помыкается и через некоторое время вернется к одному из своих бывших мужчин, возможно, к отцу своего ребенка. Это я говорю абсолютно серьезно. Есть такие аспекты просто в гороскопе на ближайшие два года. Она действительно подходит вам внешне. Это правда ваш тип женщины. Подумай, сама ножна ли на тебе такой претендент? Я сразу сказала нет. Я несколько настороженно отношусь к львам с земными планетами, с Венерой и Луной в земных знаках. Потому что они, с одной стороны, себя очень любят, с другой стороны, эту цену всем и каждому показывают. И они действительно очень меркантильны. С одной стороны, нормально, когда женщина говорит, я хочу, чтобы мужчина обо мне заботился и делает это конкретно. Но она должна взамен что-то давать, чувство, любовь. Она должна хотеть как-то облагодетельствовать своего мужчину. Неважно, работой, деньгами, рождением детей и так далее. Вот тут я увидела, любите меня, позиция статуи. Вот эта поза статуи, я не понимаю, куда ее поставить в этой роли статуи, что с ней делать. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Максим. Идите, встречайте вторую невесту. Привет. Привет. Меня зовут Маша. Максим, очень приятно. Очень приятно. Я думаю, что мы понравимся друг другу. Я вот надеюсь. Но я очень боюсь твоих собак. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Мария. Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте. Послушайте, вы же у нас были. Да, мы неплохо существуем уже как пары. Спасибо вам. Вячеслав и Анастасия. Вы правда вместе? Да, у нас все хорошо. Сколько по времени? Ну, уже, наверное, месяц. Выглядят они счастливыми. Да, они очень похожи. Они через месяц, конечно. Конечно. И вы привели свою подружку. Да, я думаю, что ей так же повезет, как и нам. Давайте на вас, Маша. Давайте. Мария, 25 лет. Бухгалтер в крупной компании. Гордится тем, что никогда не жила за счет мужчин. Считает себя неконфликтным человеком с нестереотипным мышлением. Предупреждает, в ее жизни была только одна большая любовь. Она не станет размениваться на краткосрочные романы. Три года возлюбленный добивался расположения Марии. А когда она в него по уши влюбилась, стал издеваться над ее чувствами. Надеется, что Максим никогда ее не обидит. Что значит, вы никогда не жили за счет мужчины? Ну, я имела в виду то, что, в общем-то, я сначала училась в школе, потом училась в институте, потом работала. А расскажите про этого парня, который над вами издевался. Вы знаете, ну... Квартиру снимали... Кто снимал? Вы его? А, ну нет, я жила на съемной квартире, да, он жил у меня. Вот. И кто платил за нее? Пополам. Пополам? Вы завеременели. Он обрадовался. Нет, он это... Он был готов к этому? Он был готов к этому, но он четко мне сказал, то, что я могу забыть о какой-то, в общем-то, самостоятельной жизни, в плане думать о чем-то другом, кроме ребенка, но при всем при этом он будет вести себя так, как он считает. А в ЗАГС он вас не хотел завести перед тем, как вы родите? Вы знаете, я не знаю, хотел он сделать это или нет. В общем-то, я напрямую никогда не задавала ему такой вопрос. Почему? Как? Вы же ребенка носили под сердце. Максим, он что-то не фартит, все как с багажом идут. Девчонки, наверное, подметили, что парень с деньгами думает, сейчас я вместе со своим багажом и пристроюсь. Он на протяжении всех отношений всегда позволял себе мне изменять. Меня это очень обижало. И, ну, так как я его любила, я надеялась на то, что когда-то это изменится. У вас случился выкидыш, потому что он над вами издевался? Ну, он, да, он не издевался, он просто уехал по своим делам на несколько дней, и мне ничего об этом не сказал. И когда вы ему рассказали про выкидыш, он вас обвинил в том, что вы даже ребенка сохранить не смогли. А когда он над вами издевался и снимал все это на видео? У вас была истерика, а он... Нет, ну, что у вас слезы, мне это приятно, потому что вы живой человек. Значит, у вас до сих пор это болит, и вместе со слезами я хочу, чтобы это все ушло навсегда, и чтобы никогда больше не возвратилось. Я допускаю, что вы его так любили, поэтому все это терпели. Слушай, она плачет. Блин, бедная. Ну, тяжело, бывают такие моменты, когда ты знаешь, что если ты расстанешься с человеком, ты просто умрешь. Вот гад! Скажите, пожалуйста, Маш, а что вы сами о себе думаете? Какая вы? Вы себя знаете? Я думаю, что да. Вот какая вы? А у меня точно здесь ничего не размазалось? Она даже плачет, все равно красивая, да? Слав, давайте тогда вот по поводу Максима. Как вам кажется, он может сделать счастливой Мария? Мне самое главное, хотелось бы вот понять, вот сам, ну, все мужчины, очень тяжело рядом с собой красивую девушку терпеть. Он привык, он привык, у него была красивая. Вот самое главное, если вот он понимает, что красивая девушка, он адекватно, все, просто она повода для ревности не дает, и гнобить ее за то, что она красавица, ну, вот мне кажется, вот мне хотелось бы, чтобы вот этого не было. Кто не знает, что будет через месяц, когда они будут плотно общаться? Да нет, она Мегера. Как вы считаете, вы по адресу пришли к Максиму? Я думаю, что по адресу, но надо будет общаться. А не боитесь, вам 25 лет, Максиму 28, родите ребенка, красота не вечная, найдется более молодая, более красивая, и Максим, который заточен на женщин, любит их, деньги есть, возможности есть, будет вам изменять, а он будет изменять. Не знаю еще, кто кому там изменять будет. Да, Максиму еще нужно будет спасать от нее. Я просто думаю, что Максим оценит не только красоту Марии, потому что она очень легкая, с ней общаться хорошо. А преданное-то у вас какое? А то это то, что тут расслабилась, тут на вас. А никакого? А какое нужно? Вообще никакого? Нет, она получает высшее образование, она учится в серьезной фирме. Я имею в квартир, там, Крусталяне. Вы знаете, это большая редкость для девушки с такой внешностью, в таком возрасте, заниматься собой, образованием и работать. Правда? У меня в том же возрасте есть еще плюс ребенок, бизнес, квартира, машины и так далее, что в общем удивительного-то они нашли, я не поняла. Здесь снимаете по-прежнему, да? Да. Настя, вы тоже снимаете? Да. Но это же не мешает вам вот общению, правда? Наверное, не все смотрят на квартиры, на машины. Да, вы знаете, безусловно, не все, вот, и вот яркий пример, что, в принципе, как бы... Настя, мне так нравитесь, вот на прошлой программе я просто у вас влюбилась, и сейчас мне нравится низкий голос, мне нравится, что вы правильно соображаете, что вы такая рассудительная, и подружка подстать, потому что вот как в предыдущей истории, да? Скажи, кто твой друг? Да, это безусловно. Ну, правильно, нас набросили, тут поплакали, а от них... Да, да, да. Я поверила, что Мария практически идеальна во всех отношениях, но наверняка все-таки есть какие-то скелеты в шкафу. Вот о чем хотелось бы Максима на берегу предупредить? Мне сложно сказать. Чего не готовы делать в браке? В какой ситуации мужчине не уступите? Всегда можно договориться, везде есть флоги. Не всегда можно договориться, если мужчина говорит, я хочу десять детей, десятерых. Пожалуйста. Это та ситуация, в которой... Это иногда же мужики получили. Хорошо, а в какой ситуации, например, не договоритесь? Ну, вот это является скелетами шкафу, что все, пожалуйста. 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 Но, и там требования. Бабки только давай. Пожалуйста. Вы вообще когда-нибудь говорили мужчине нет? Да, естественно. Три года говорила нет. Вот Роска молодец, а. Сказал, бабки нужны. Все, без бабок не буду. Ой, это я понимаю. И все будет. Бабки будут у нее. А у вас? Я все-таки, наверное, делаю ставку на то, чтобы люди были, как сказать, из одной системы координат. Они хотели быть вместе. Хотите Максиму задать вопросы? Пожалуйста. Мне очень интересно послушать, какие. Сложно придумать какой-то вопрос, чтобы он не показался. Претензии и требований к мужчинам. Просто по всем характеристикам это очень положительное. Стоит, конечно. Конечно, стоит. Но она скромная девушка такая. Нет, это не скромная. В 25-е это уже дура называется. Понимаете? Потому что мы каким образом взрослеем, становимся мудрее? Когда мы учимся на своих ошибках. А если ты бесконечно повторяешь одно и то же. Вот я такая, вот любить меня такое. А никто не хочет любить. Все будут измываться. Все будут относиться к тебе, как, ну, значит, что нужно сделать? Вывод? Не делай, значит, дура. Ну, каждая умная женщина знает, что она дура. Никто из мужчин не хочет взять женщину и быть для нее нянькой. Все хотят получить готовую партнершу по жизни. Жизнь сегодня, ребят, очень тяжелая. Никому не нужна инфанта, которая будет по любому поводу ломаться. Ну, что это? Жизнь должна быть праздником. Ну, сделаешь ему праздник. Почему я ему буду делать праздник? Бабло у него есть, потому что... Покажите сюрприз. Сложно было признать что-то такое, чего у вас нет наверняка. Вот. Есть один такой фильм «Укращение Строптилова». Ну, там укращали Строптилова. Вот. Придется сделать вино своими ногами. АПЛОДИСМЕНТЫ Я предлагаю разуться. Что, я настолько винограда приперлась на себя? Видишь? А теперь под музыку мы будем его добить. Хорошо, договорились. Где музыка? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О απο ЗАДУКСЫ Ой, сейчас он ее уронит. Как мама? Ладно, не смотри. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что было весело. Аккуратненько. Спасибо, спасибо огромное. Корово. Анна и Евгений, скажите ваше впечатление. Очень понравилась девушка. Она открытая, она светлая, несмотря на то, что с ней произошло. Единственное, что, конечно, после этой истории явно самооценка у нее очень сильно упала. И все хорошо, но мне кажется, что с Максом они не очень подходят друг к другу. Ну, мне на самом деле кажется, что у них не все так безнадежно. Девушка мне тоже, безусловно, понравилась. А чем она вам понравилась? Она очень милая. Она абсолютно не похожа на предыдущую девушку. Безусловно. А мне кажется, такой контраст приятный в твою штуку. Ну, вот просто такой очень мягкий человек никогда не может сказать «нет» мужчине. Мне кажется, если она научится это делать, хотя бы чуть-чуть. Ну, вы, может быть, в силу молодости просто ничего не понимаете в людях. Вот если человек может с легкостью заплакать, не хамит, вы считаете, что, правда, характер хороший, человек мягкий, она пришла в красном, в ярко-красном комбинезоне. У нее вытаривлены в белый цвет волосы. Она все про себя прекрасно понимает. Это стереотип, видишь? Видишь, вот смотрит на человека белые волосы и сразу кажется, что так. Василис, я ничего не понимаю в звездах, в гороскопе, но я понимаю, как женщина, я вижу другим чем-то. Вот меня красный цвет, так сказать, дезориентировал. Я видела не то, что говорит Мария. Ну, он тебя совершенно не дезориентировал, просто твои какие-то смутные подозрения и догадки, они сложились в бессознательную концепцию, хотя, ну, может быть, на уровне логики не складывается. К счастью, тысячелетний опыт астрологии позволяет увидеть причину быстрее. Она человек с огромной самооценкой, с достаточно высокой, но только соединение Солнца с Юпитером на границе знаков рыбы и овна не дает возможности это демонстрировать впрямую. Просто люди иногда самоутверждаются где-то через самоунижение. Ведь можно же рассказать много о том, как ты страдал, и ты сразу как-то возвышаешься, очищаешься душой. Это как жить с алкоголиком в 45 лет, понимаешь? И терпеть от него побои и унижения. Никто не говорит при этом, что Мария плоха. Просто ей самой нужно вот эти свои амбиции, вот это свое переживание вывести из бессознательных ощущений на уровень сознания. Нужно самой понять, почему она страдала. И перестать получать удовольствие от унижений. А красная – это не только цвет агрессии со стороны человека, вот такой еще оранжевый. Своей же не утворил. Нет, нет, нет. Речь не только про это. О, у меня видишь, сколько красного. Ой, то есть у тебя про юмору, да. Сексуальный недостаток, мы уже все знаем. Речь не только про это. Иногда человек красным провоцирует. Это одновременно не только агрессия, но и провокация на агрессию противоположного пола может быть. Вот это крик, да, о том, что человек хочет, чтобы в его адрес нечто проявили. Но и тогда в этой сложной ситуации будет возможность свои лучшие качества тоже как-то рассказать. Да, дорогой. Что-то не договорили. Хотелось просто... Хотелось просто защитить Марию. Почему вы говорите, что Марии легко заплакать? Да пусть плачет. Да не в этом дело, она искренняя. Я не про то, что плачет, не плачет. Настюха, я бы, между прочим, насторожилась. Уж больно такой адвокат у твоей подружки. А, славусик-то, ну-ка, иди сюда. Не надо воспринимать буквально. У меня... Я себя не гноблю. Я прекрасно принимаю, что я симпатичная. Просто я в основу отношений все-таки ставлю чувства. Хорошо. Про чувства. Это к вам не имеет никакого отношения. Это так, знаешь, как говорится, в каждом намеке есть маленький намек. Была у меня подружка Аня, не знаю, где она сейчас, но неважно. Вот она была вот такая несчастная. И вот все-то у нее мужики ее бросали. И... Ну, была хорошенькая, следила за собой все. И как-то мне так стало вдруг в тягость ездить к ней все время, ее эти душевные утечки затыкать. Я говорю, да поживи у нас. Я еще была замужем там за Илью, покойным, царством небесное. И вот выходит она на завтрак, как так в халатике. И вдруг ей плохо. Она так хлобысь в обморок. Полухалатика. И как-то она все время что-то вот такое. Это про несчастных. Это к вам не имеет отношения. Но, Настя. В этой истории есть небольшая доля мужчины очень падки на жалость. Вот когда он однажды начнет лечить вашу подружку, там, бесконтактно, понимаете? Боюсь, что может увлечься. Хорошо, если бесконтактно. Сначала все бывает бесконтактно. Поэтому дружба дружбой, но дело, как говорится, утопающего, дело рук. Вы сами из своих слез выплываете. Слава, а вы, мой дорогой, перестаньте облизываться и так участвовать, ладно? Я человек надежный, зря вы так. Вы вот просто как говорите. Смотри, мне в глаза надежный. Все это облизывается, она прям такая, она сякая. А теперь идите в свою комнату. Идем. 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 Думайте над тем, что я вам сказала. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Максиму встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуй, Максим. Я пришла с тобой познакомиться и узнать друг друга поближе. Хочу, чтобы ты не улыбнулся. Спасибо. Как он так улыбается. Да, да, да. Здравствуйте, Кристина. Это мои друзья и мои партнеры. Андрей и Михаил. В каком смысле партнеры? Да, интересно. По бизнесу. А подружек нет? Подружек нет. О, паньки. Вы пока думайте, а мы посмотрим на экран. Кристина, 26 лет. Руководитель проекта в рекламной компании. Гордится тем, что с 16 лет сама себя обеспечивает. Мечтает стать ведущей экстремального реалити-шоу и сняться в комедийном фильме. Предупреждает, что ее мужчина должен писать ей много СМС-сообщений. Встречалась со стриптизером, который считал Кристину испорченной девушкой, а сам изменял ей направо и налево. Надеется, что Максим окажется порядочным мужчиной. Кристина, вы влюбились в парня, в стриптизера. Ну, они себя называют танцорами. Давайте с этого начнем. Танцор. И вы стали вместе снимать квартиру? Я с ним общалась, была знакома. И он... По интернету? Да. Вы искали себе подружку, чтобы вместе... Да, в тот момент у меня был тяжелый период, и мне нужна была подруга. У меня была двухкомнатная квартира, и мне стало тяжело одной в ней проживать. И я думала, возьму себе кого-то. Кристина, ну вы же разумная девушка. Не страшно было? Молодой человек по интернету, стриптизер. Я с ним знакома, общалась вживую. Хорошо, вживую общались. Вы о нем ничего не знали. Не страшно было? Мог обокрасть, мог убить, мог надругаться. Нет, мне не было страшно, потому что... Ну вот я пообщалась с человеком как-то, посмотрела на него, и... Ну хорошо, отношения закрутились? Да. Или просто вынужденно? Нет, не вынужденно, а закрутились. Были чувства? Да. А как он, допустим, живя с вами в одной квартире, у вас чувства, у вас отношения, мог позволить себе вам изменять? Я же не знала об этом. Заходили разговоры о том, что хорошо бы пожениться или там что-то? Или... Как? Я ему всегда говорила сама, что ты не мужчина моей мечты, скажем так, на будущее, потому что я тебя не вижу через 10 лет. Как можно было спать с мужчиной и говорить ему такие слова, поэтому и он не считал нужным? Нет, я же ему говорила, это вам верно. Я же это не сразу, мы только с ним... А когда расстались, вы сказали, да я и не хотела за тебя замуж. Но отношения не были такие, что мы планировали жениться. Смотрите, тогда это что было? С вашей стороны, с его понятно, а с вашей стороны что-то было? Я не могу вам объяснить, что это было, я не могу объяснить это сама себе. Я не понимаю, это встречаться ради секса или ради чего? По-моему, должны быть отношения, любовь, дети, брак в будущем. Парни, вы были с ним знакомы? Нет. А как вам вообще вся эта ситуация, вот с мужской, так сказать, стороны? Я думаю, что Кристине не нравился его вид деятельности. Все-таки это... Кристина очень доминирующая, она... Очень. Она активная, у нее позиция неведомая. Тут уже, мне кажется, если мужчина уж очень хочет быть с тобой, то он будет менять род деятельности, дабы не вшатывать нервы своей девушки. Покажите сюрприз. Максим, я знаю то, что у тебя черепашки есть. Две. Две. У меня для тебя сюрприз. Тихо, 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 тихо. Ловили черепашку, главное. Знаешь, Ламеб, ну даже черепаху не может поймать, черепаху поймать, не стрекозу, не кузнеца там, да? Я хочу посмотреть, каким ты, может быть, заботливым, как ты накормишь черепашку вместе со мной. Так черепашку надо кормить в воде. Я знаю, но она будет его так вот хватать, а в воде уже будет доедать. Вот, мы посмотрим, она твою креветочку схватит или мою. Давай. Ну, давай, давай. Подставляй. Посмотрим, чье она выберет. Я думаю, что он ничего не выберет, она в шоке. Нет, почему в шоке? Видишь, к твоей тянется, о? Он знает черепашку, он сам как она, она в шоке. Он выберет черепашку. На деле, что она у нас перекусит, но животное... А спатенький она будет между вами? Спатенький она будет в своем уголку. В своем? В уголку, в уголку. У меня вообще никакого высшего нет. В своем уголку. Знаешь, такое слово? Склонение такое. Спасибо вам, парни. Забирайте свою подругу, приходите в свою комнату. Я вас слушаю. Что вы так хитренько улыбаетесь? Ехидненько. Ну, на самом деле, какая-то, мне кажется, немножко странная девушка. Когда она вошла, сказал, что у нее подруг нет, у нее только друзья. Он как друг переживает, что подруг там не будет. Да нет, просто как-то подозрительно, по-моему. У меня только одна надежда, что это хозяева черепашки. Милая девушка. Но меня, конечно, очень смутил ее дух авантюризма. Они что-то в шоке, что ли? А что-то в шоке. По-моему, мы их напугали. Что вы сказали? Мне не понравилось только одно. Это легкомысленность ее стороны. То есть, опять же, только что что-то обсудили, что практически сразу жить вместе со стриптизером. А что, стриптизеры не люди? А что, Тарзан не человек? С ним Королева живет. Ребят, 26 лет. Совершенно невнятная история. Почему жила? Зачем жила? Она сама для себя должна была объяснить, почему она была рядом с ним? Почему терпела такие вещи? Ну и все. Я с вами согласна. Почему рядом мужчин? Там какой-то дурацкий сюрприз с этой черепашкой. Тетя, 26 лет. Суп сварила бы из нее. С черепашкой покормить. Вася, а звезды что? Есть люди рассудочные, а есть люди, которые считают, что они рассудочные. В случае с нашей последней героиней, это именно так. Потому что там, во-первых, соединение Луны и Меркурия в Деве. Она правда человек, который видит детали, все примечает. Как мы видели, способен парировать в диалоге. Но при этом, как вожа под хвост попал его, так и действуем. Сами себе потом не можем ничего объяснить. Я думаю, что может быть и он, как мудрый мужчина, просто учтет. Я на самом деле, когда решил, что я тебя выберу, мне уже в принципе все равно было, что они говорят. Ты знаешь, будем надеяться, что и здесь так же. Анна и Евгений. Приятно, что вы неравнодушны к судьбе вашего друга Максима. Поэтому сделайте правильный совет. Кто? Мне кажется, что из них больше всего подходит Мария. Я абсолютно согласен с Аней. Мне кажется, Мария лучше из этих трех девушек. Не потому, что она хорошая, а потому, что остальные еще хуже. Если зайдет он сюда, я выйду. Я хочу сказать, единственная, внятная и четкая из всех девушек была Роза. Из первой комнаты. Не крутила, не вертела. Сказала, что ей нужно, у нее есть ребенок. Про 300 тысяч загнула, но лучше сказать 300, а там будет трешка. Уже хорошо, конечно. Но она хотя бы о себе сказала. Я красивая, хочу красивой жизни. Не просто так сюда, в Москву, приехала. А то, что привирает, ну а кто из женщин не привирает-то на этом этапе? Вы любите красоту. Она соответствует абсолютно описанию, то, что вы хотите. К таким барышням вы привыкли. Это ваш тип. Поэтому мы как друзья не можем этого еще на 4 года ему посоветовать. Поэтому Роза. Явно не мой мужчина. Мне нужен такой сильный. Сильнее тебя однозначно. Да, ведущий, а не ведомый. Я тоже за Розу. А как? Сама Роза. Василиса, как бы мне не хотелось поддаться эмоциям. Как бы я не была обуреваемой мыслями, что мне кого-то нужно вам посоветовать. Я понимаю, что астрологически ни одна из женщин не оценит мужчину вашего типа. А значит, они способны быть с вами, но только из своих каких-то соображений. И вам сегодня остается выбирать, на мой взгляд, ту, которая должна была понравиться больше всех своей яркостью. Это Мария. Но поскольку уж совместимости ни с кем нет, я советую ее хотя бы потому, что она понравилась и можно строиться не отношения. Он очень очевиден, если он выбирает эту девушку. Серьезно, слушайте. Проходите. Вы же знаете, куда идти. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки. Павло, 35 лет, номер 2039. Шеф-повар в московском ресторане. Профессиональный мотогонщик. Увлекается дайвингом и скалолазанием без страховки. Свободно говорит на четырех языках. Гордится недвижимостью в Англии, Греции и Африке. Жизнь возлюбленной обещает превратить в сказку. Наталья, 53 года, номер 2040. Прапорщик внутренних войск. Увлекается астрологией, играет в футбол и хоккей. Мечтает встретить отзывчивого мужчину с добрым сердцем. Мы не знаем, выйдет Максим один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Привет еще раз! Привет! Ну что, общее дело? Общее дело! У нас есть пара Максим и Мария. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте в самое семейное герое на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожалуйста. При каких самых необыкновенных обстоятельствах вы занимались сексом? Макс Пристер, вай за фраг. За угла взгнихт. Она взяла 100 долларов и прогуляла их с подружками. За какой суммой ты готова переспать с любым мужчиной? Только за любовь. Мне тут одна спрашивает, а если тебе миллион долларов дадут, согласишься? Нет. Роза, а ты? Я да. И я да. Вот так вот, русые коса вьются волоса.